привет привет лет играть ведьмака что еще мы можем казалось бы делать может кто-то думал какие-нибудь другая игра или интересный контент и особенно там отличающийся от того что было в последнее время хуй ведьмак хуй он ведьмак будет и сейчас и после нового года и еще наверное весь 2018 потому что как встретишь новый год такого проведешь ведьмак 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 потому что родовиду это на руку вы не слышали этой истории ректор присудил ему почетную докторскую степень хонорис кауза родовид приехал надел мантию получил диплом а когда все кончилось посадил ученый совет и деканов каталажку чтобы не сеяли смуту так все правильно умные люди не нужны государству зачем это в таких университетах рождаются революции надо ограничиться пт у я считаю вот если бы я пришел к власти у меня были только пт у я бы воспитал настоящее поколение работяг дикстру вижу ли я в роли правителя он мне кажется ну понимаешь чем дело дикстра в этой части кажется адекватным но собственно в этой части появляется то есть он кажется более адекватным чем родовид но родовид тоже казался адекватным вот я уже говорил на прошлом стриме затомпим в дикстру а в четвертой части он будет разговаривать с шахматами то есть как бы и всех вешать и сжигать потому что сейчас он в рвется к власти он есть такой белый пушистый короче я не знаю дикстра наверное под поинтереснее чем родовид но хорошо ли когда к власти приходит габня скажем так он все-таки из именно этих структур с кто еще не понял ну дикстру как бы можно поискать примеры в мировом в мировой истории когда к власти приходят какие-нибудь чекисты да и подумать хорошо ли стало в этих странах но я чё-то ничего на ум нечет ничего не приходит причин короче бля мы так никогда на скеллиги не уплывем отъебитесь на чудо и палец своим родовидом пиздец сидим уже 40 минут трещима хуйня какой-то политики блять в несуществующих государствах чё за бред вообще мне нахуй 30 лет я блять должен другим вещами заниматься тоже мне блять политологи хуево и кстати я же всегда могу отступить правильно а можно им факи покрутить как нет есть кнопка нужен мод на факе у-вуу блин и хотел на правую кнопку мышек а в гта если нажать кいう выделить рецепт его магазах подсвечивается часть рецепта не баб Cabinet primo чем плеснул типа не могу не забанить primo чем когда ты я практически плохой человек понимаешь виде такие вещи то есть это нормальная подсказка я не знал об этом но блин ты так ты так жалобно попросил не банить прям о чем что я не могу сдержаться чувак я я гнилой внутри человек я наоборот все сделаю ты же понимаешь как можно устоять прости прости извини с наступающим но блин спасибо тебе ну блин представь что злодеи в каком-нибудь фильме горят там тип не убивай или еще что естественно только сильнее захочет это провернуть теперь-то ты выкуешь для меня нечто особенное разумеется конце концов мы же договорились заходи через несколько дней за новыми я пока у тебя поживу когда живешь у друга примерно так себя и ведешь только еще в сортир ходишь на тесты хороший друг если плохой можешь прям в кровати сад главное немного позаимствовать из запасов хозяина мой меч уже готов смотри и восхищайся вот это все меча мяч блин шпага какая-то действительно стоило ждать спасибо его шпага да блять дай пройти пиздай я склоняюсь к тому что я убью родовида пацаны но я виню поляков в этом как бы потому что мне кажется они переборщили с этим персонажем они его слишком сильно изменили так же как например трис во второй и в третьей части по отношению к первой совсем другой персонаж но в этом году я что-то реально очень мало читал надо в следующем году короче заставить себя снова посидеть за книгами а то я чувствую как деградирую мне уже иногда слова трудно подбирать я затупить начинаю поговорить не о чем с людьми просвещаться надо как горел кузьма может быть начну полоска похоже на повреждена странно надо осмотреться может найду что так ботинок блин чуваки как звали короче шоу такое был по моему втором канале или на пятом в детстве там был такой стремный говорящий ботинок короче такой рваный ботинок который своим рваным передом говорил как вызывали кто-нибудь помнит или этому какой-то мой ночной кошмар еще погодить надо погуглить ну вот все таки скажи да вроде он пишут и читают книги ничего но видишь ли вижу без книг мы бы очень мало знали про что про все про все вокруг про весь мир и может быть и про самое важное а что же самое важное вот видите и хохот со мной согласен я как раз тот отрывок нашел который приучил меня в детстве книги читать вот так вот видите как память работает я вот в детстве тоже самое посмотрел и сразу такой диета купи мне книжек каких-нибудь и он купил гоголя я читал гоголя траги ну гоголя могли естественно имею ввиду не все-таки на самом деле я передумал в следующем году читать книги какие могут быть книги когда родовик правит в смысле какие могут быть книги пока ведьмак не пройден я думаю что лучше я в следующем году посмотрю 50 сериалов разных вот это будет полезнее мне кажется в современном обществе сериалы гораздо важнее короче в следующем году 50 сериалов и 50 треков фейса вот моя цель для саморазвития мне кажется я тогда немного помолодею и возможно снова начну нравится женщинам или мужчинам или хоть кому-то прости хоха мы все проебали ни хрена себе ах ты сука какого хрена я чё беззащитен против лошадей что ли да не слабая такая пещерка вот это кстати ответвление на мини карте похоже на ладно не хочу думать о пенисах на новый год я и так целый год о них думаю гоню от себя эти мысли говорю себе я перестал еще ты не такой тебе нравятся вагины на радио море опять dance dance говно полное может на портландском радио очень интересное гоняет давно я на него не заходил нельзя просто play нажать внимательны к себе берегите себя будьте всегда здоровы какое замечательное пожелание и я хочу напомнить что сейчас у нас сезон топельки очень часто детки болеют кашляют вот едьте покупайте немецкий чай и это с натуральные продукты там ягоды соки с витамином и укрепляет и гриба вас советовал крокодип нас 45 у меня от него изжога ромашковый фенхелевая абрикосовый фруктовый липовый цвет с мелисой вот очень хорошее сочетание это же успокаивающий чай на ночь дадите и будет ребенок себе спокойненько спать малина еще вода блин чуваки сорян что так долго я какой-то мне кажется рекорд поставил анальный помните как рэнди марш выстрел какашку похожую на мяч для американского футбола вот у меня было такое же приключение только что жесть моя задница да кстати я тоже считал что правильная поза для сранья это когда у тебя колени выше пупка типа надо под ноги что-то ставить я раньше кота клал но последнее время он стал большим и дерется со мной когда я пытаюсь положить его под ноги себе в сортире можно тазик какой-нибудь поискать или любимого человека попросить помните как фильме бруно элтон джон на мексиканца играл на пианино сидя здесь что-то типа того же можно провернуть только раньше я рофлил с этой темы с каждым годом начинаешь все больше об этом задумываться такой да чувак да когда у тебя первый раз треснет жопа ты начнешь задумываться обо всем на свете и о том чтобы холодной водой подмываться о том чтобы класть ноги выше головы и о том чтобы там я не знаю верх ногами срать или вообще не срать или клизмы делать или там я не знаю свечи вставлять ты об этом не паришься до первого до 1 треснутые задницы так сказать вот когда первый раз треснет и ты поймешь что это такое ты сразу задумаешься но мне пока везет если у меня случается какие-то анальные катастрофы то они быстро заживают но я не школа кота я я но я скорее пока грифон до школе грифона зачем ты носишь медальон с волком тяжелые времена пришлось брать может перейдем уже точно я забыл что я представитель школы волка точно я че-то про броню подумал а я уже думала турнир будет ужасно скучно а кто это обыгрывать фермеров уличных громил и фальшивых я не вижу ее за спиной шута горохова а ну вот мы знакомы да я тоже где скажем у нас есть общие знакомые люди наверное ее траха но очень симпатичная бабенка но кто это подобном месте довольно тревожная рекомендация как тебя зовут а дальше или может ты сразу скажешь как тебя зовут на самом деле подобном месте можно ограничиться с ну надеюсь что ее имя хуй со если вы понимаете о чем я ладно попробуй перед турниром поговорить с другими игроками нам все равно ждать графа тибольта зачем с ними говорить я хочу их побеждать а не вести я должен сосредоточить я согласен но меня заставили с вами базарить я не очень понимаю зачем зачем мне вообще здесь ходить с кем-то базарить я бы лучше носить я здесь тоже новичок кажется пока собрал этот вступительный взнос сто лет прошло на шампиньонах быстро не заработаешь ты действительно хуторянин а что не похож у меня хозяйство за городом целыми днями сидел бы и смотрел как они растут а что с запахом с каким запахом ну шампиньоны шампиньонами а иногда нужно и в город вырваться моя хозяйка сейчас же в плач что меня тут в новиграде он не знает шампиньоны растут на навозе но я не понял о чем лучше игроки самые редкие карты ну тут уж пришлось и меня отпустить кей удачи отличные зубы кстати вот он истинный дух игры зато этот полуэльф он там уже давно ест меня глазами ты часто участвуешь турнир а что хочешь пощупать меня как девку перед трахом может тебе еще карты показать или член не можешь помахать картами и показать член так высоко мутанты вряд ли заберешься токсичный парень на закрытом турнире игры в гвин играем на золотые фигуры победитель получает все а также денежную награду девять тысяч ни хуй не ну это легко прошу зачитать состав первого бедный перопых у нее нет шанса да блять две казни чуваки две казни блять да какого хуя вообще да не может такого быть пиздец часа чушь блять как вообще как откуда нахуй чё за бред 2 блять командирских рога блять две казни бля я не знаю комп так 4 то мерзить хуила блять жопу соси мою пидор блять да чуваки это будет долгое приключение да никак съебись блины не подходи ко мне больше не видишь я проиграл пизда так он выкинул казнь но у него может быть 2 поэтому сейчас я тяну время все он сдался ну и конченый же гном был просто кошмар я до последнего не верил что здесь можно будет выиграть но мне очень зашло поздравляю досадно конечно вылететь из первого круга пошел нахуй но это же просто игра главное хорошо развлечь чтоб стоишь жопой блять хорошо развлеклись какие-нибудь пидоры родовицкие ну как первая игра кошмар блять я видел ты тоже выиграла мне показалось что мой соперник был пьян у него были совсем неплохие карты но мне бы в небо пьяного соперника мне бы пьян может закончим этот разговор неедине у меня есть одно предложение встретимся на террасе наверху не чуваки от замануха чтобы выбить сильного соперника с турнира я вам отвечают эта херня я ща пойду за ней она мне подсыпет как какое-нибудь говно клофелин в стакан или еще что-нибудь я отвечаю если захочет переспать со мной пусть подходит после турнира пошла на я рисковать не собираюсь я за сэвиться после гнома не смог если она звала когда я проиграл я не знаю куда она меня там звала пошла я вообще не знаю кто это такая мощные сифилис или tripper гилберт это я желаю приятный блин а он прошел второй раунд благоприятно легкие победы меня не рада я рассержусь если ты будешь поддаваться я же не выпил твоего клофелина так что по-честному все же мне интересно то другое предложение совершенно вонючий 14 теперь ему надо с двух карт найти естественно десяточка и браво блять свиная победа очередная ничего ничего не придумаешь против такого блять просто бля пиздец повезло видимо последняя карта все-таки не зашла какой-то бланк был либо ясное небо либо еще что надеюсь судьба и дальше будет на твоей стороне на это была судьба это было именно судьба по-другому не скажешь что же там в последнем то будет раунде блин третий круг страсти накаляются страсти накаляются квалификация за бэдмайнерство ты же сказал что никакого хамства так он уже скандалит а как насчет сэйва ну началось мне бы свалить от него засейвится на самом деле потому что у меня ваншот нет скорее всего бей блять бей блять идиот где это саха теперь можно на балкон бля не получилось он где-то спрятался прям за ней вы блять издеваетесь давно это 3 или 4 командирский рок серьезно блять 3 или 4 я не шучу пиздец еще происходит блять какие деньги хуй соси и чё у него геральт останется на столе нет какой-то блять клоп ебаный но второго-то ливня у него быть не может нет может блять еще как может ёпта хули нет то пожалуйста вот его но нашел две карты единственные две карты которые приносили ему победу м причем ну не самые обычные прямо скажем два часа мы турнир играли с не больше превосходная игра с удовольствием вручаю вам награду вор деньги украдены стражника зарядали что денег никто не касался всех кто выходил мы проверяли в тот отель в пидрилла мне его рожи сразу не понравилось надо обыскать здание это не я можешь даже не спрашивать я так и подумал мое предложение о сотрудничестве все еще все может поищем деньги вместе да вот согласен с чего начнем но делить мне их не особо хочется этот ведьмак хороший знакомый капитана ханси может я отря согласился может это место преступления за плату но ведь разумеется мы рассчитаемся с самим капитаном так он после ранения ему уже лучше нет ее мадам называли значит ее тут знают вряд ли она крыса какая-то но я так надеялся что мне мои 9 тонн дадут это не честно блин значит украли я так потел как последняя шлюха а теперь мне еще мой выигрыш искать а потом его делить с этой бабой какого хрена кто она такая я работаю один раны нанесены под странным углом может это карлик раз он но он тип снизу мог стрелять но мне почему-то кажется я ставлю на это двигали в сторону террасы это однозначно участник турнира либо эльф либо низушек то что под углом нанесены мне кажется говорит скорее за низушка арбалетный болт кто-то привязал к нему кусок веревки ну все таки это эльф может вор спустил на этой веревке мешок с деньгами да может быть это эльф и низушек одновременно но я не очень понимаю почему как бы организаторы не озаботились тем чтобы вернуть как-то деньги которые я честно выиграл это же не мои проблемы что их стащили где мои бабки блин чё за фигня я считаю я их заслужил за такой турнир плотный реально просто кошмарный она мне сегодня сниться будет как я кладу карты а их все контрят нон-стоп не нравится мне все происходящее если честно почему-то мне начинает вообще казаться что сам организатор украл у себя деньги чтобы бабки не платить или еще что-нибудь такое короче денег я точно не увижу за этот турнир это прям сто процентов либо это саха в чем-то все-таки замешана она например главарь банда и сейчас два ее сообщника низушек и эльф этот полуэльф начнут меня гасить а потом прибежит организатор турнира и скажет что он тоже с ними заодно и обоссыд меня а потом придет весь мир и выпарит плачущее тело что-нибудь такое вполне будет в духе ведьмака саха в качестве утешительного приза да чё за бред вообще кому она нахуй нужна шалава какая-то я даже на балкон с ней не пошел потому что в разгар турнира нельзя отвлекаться от таких вещей на такие вещи точнее от игры ё-моё я передумал я передумал в этом при гиде все совсем иначе внутри шестер двери открыть не смогла значит найдем другой внутри шестер а значит это все участники турнира скорее всего и они все сговорились облапушить несчастного ведьмака несчастного герхарда и даже заикавшийся чувак который коверкал мое имя он стопудово тоже с ним попробуем войти здесь низушек все-таки который из них гортензия тот высокий игра окончена туле отдавай деньги игра вот именно я наблюдал за тобой с самого начала но думал если ты меня выследишь то придешь одна ты уже рассказала ему кто ты нет а он наверняка с удовольствием послушает говори говорили я велю переломать тебе пальцы что происходит все очень просто мадам саха проглотила сказочку про разводчика шампиньонов как пеликан кирпич я думал она будет мудрее ну так как ты сама скажешь на кого шпионишь в новиграде или хочешь это прокричать отойди от нее попридержите кто-нибудь ведьмака и поставьте его так чтобы ему было хорошо видно это зря как там сахата держится или нет она всех убила кто она такая на кого она шпионит за кем она шпионит внизушки бывают непредсказуемые конечно я его раскусил еще когда я понял что удар под странным углом а теперь насчет того чтобы поделить деньги вот именно а что за предложение должно было убедить меня с тобой поделиться уже неважно нашли мы деньги вместе а поэтому поделим их пополам знаешь что приглашаю тебя на ужин пиздец вот это наглость ну ладно я был готов ей отдать 30 допустим процентов потому что она в этой драке затащила я не особо дрался но деньги я сам нашел я уверен что я их бы сам отжал я не понимаю блять с какого хера выигранные мной на турнире деньги мы делим блять пополам во вторых он сказал что она шпионит за кем то кто она такая почему она об этом нам не рассказывает в третьих внизу конечно был мерзкий и играл мерзко и сука какой же он мразотный аааа она работает на эмгира и следит за мной ну что же значит придется переквалифицироваться в новиграде я все равно провалилась эх блин кот как-то крипово сел на стул который рядом со мной стоит и просто сидит смотрит на меня с таким непонятным выражением лица просто сидит и зырит и уже минут десять так сидит чё хочет не понимаю стрёмно знаете лицо примерно как у кота которому блины там со сметаной давали вот он так же сидит и пырит пырит прошу прощения что я могу сказать по этому поводу я хотел осмотреть тела жертв ах да я еще не верил это худшая маска доктора которую я видел ты делал вскрытие а зачем нищие попрошайки все смердели дешевым вином я могу взглянуть на останки не хочу чтоб ты шастал не вернуться с письменным приказом ну какой же ты доставуч на тебе ключ от мерпецкой иди разбираться сейчас посмотрим на гениталии в сласть или нет что это такое так укус вампира и сильный запах алкоголя как и у первого повреждения на теле жертв и любовь к бижутерии подсказывают что я имею дело с катаками блин я надеялся что это вышло этим то я его и приманю так я так понимаю мы сейчас будем да правильно мы сейчас будем жрать кстати высшие вампиры пьют кровь именно как алкоголем типа доставляет нажираться ей а этот видимо реально любил сосать кровь пьяница по какой-то причине но он не высшие вампиры но все равно это забавно видимо его вставляла дико такая кровь и он балдел катакан этот но это кстати умно нажраться тем более сейчас прям настроение такое под нажор жесткий в армии когда проходил курсы санитара насмотрелся в слазь на гениталии мертвой тяночки более такого в жизни видеть не хочется в смысле гениталии тяночек теперь видеть не хочешь ну я согласен с тобой армия делает из мужчин пидорасов нормальный бы мужик написал что его это не смутило блин на 50 монет сколько будет дешевого вина мы девочки меньше оставили впрочем хрен с ней я уже про нее забыл а да но вот 10 ковара любит только зомбаром Главное, чуваки, чтобы новые татуировки не появились Блин, сейчас блевану в реальности, потому что очень уж шатает камеру Не безразличные горожане Чего? Ладно, ладно Я чую твою кровь Ну иди сюда, скотина Я выпью твою кровь Хватит пиздец Вот и я Ух ты, ёхай Не знаю, мне вообще-то понравилась эта фраза Очень хороший онлайнер, на мой взгляд Я уничтожил чудовище, которое убивало жителей Здесь поселился катакан А ты правду говоришь? Что ещё за катакан такой? Высший вампир Очень интересный случай Я просто не знал, что все катаканы высший вампир По поводу такой скотиной можно интересоваться Он питал слабость с алкоголем У него было чрезвычайно раздутое самомнение Ну главное, что его кондрашка хватило И тебе за это честь и слава, ведьмак Прощай Так, ну всё, чуваки Давайте их найти Ну окей Сегодня в любом случае было продуктивно И ночью мы, очевидно, со 100% уверенностью Могу сказать, что у нас кельги уже точно попадём Я не ожидал, что сегодня так затянется Как и в прошлые разы Но затянулось немного Интересующийся, 150 рублей Привет, где разнообразные квесты? В Скайриме или в Ведьмаке? Твоё мнение Чувак Блять Это, я не знаю Ты троллишь, наверное Но в Скайриме вообще нет квестов Это говно Пирога, а не игра Просто чушь полнейшая И квесты там те же самые, что в Обливионе В Фоллаутах И вообще ужасные, абсолютно каловые квесты Я не знаю Скайрим даже мизинцы не стоят Вечера третьего Мэтт Рашин Офишал 2883 рубля Хай, Мэтт Опять с наступающим тебя Что думаешь о 2017? Сори за всратое число доната В долларах просто Огромное спасибо за такой большой донат Во-первых У тебя тоже с наступающим Мне 2017 год не очень понравился Как в плане событий в мире Так и в личных В личных, скажем так Каких-то делах Надеюсь, что 2018 год будет поприятнее Мы будем слышать больше приятных новостей И в целом жизнь будет приятнее У каждого из нас И у тебя, и у меня И у зрителей И у всех вообще Спасибо тебе большое С наступающим